В общем, опять стало плохо, опять голова разболелась, и тому виной опять эти поганые танцы, а именно ритмический танец. В целом все катались очень плохо, Мария Казакова, Георгия Ревия, но это вообще непонятно, что это было, что это за дорожки. Понятное дело, что после юниоров кататься на взрослом уровне это сложно, особенно в произвольном танце, но будем надеяться, что хотя бы там они и справятся. Интересная украинская пара, давно их не видел, Александра Назарова и Максим Никитин, очень неплохая скорость, классная поддержка, но в целом опять что это за катание. И катаются слабенькая презентация, отсутствует. Однако немножко порадовали британцы, также испанцы Smart Diaz, именно что касается катания, эти две пары были более убедительны, хотя программы сами по себе тоже были не очень. Сара Хуртада, Кирилл Халявин, ну Сара конечно катается очень слабенько, если мы говорим о презентации, то это было очень даже неплохо, что Кирилл, что Сара очень здорово себя показали. Но в остальном сам уровень катания надо срочно подтягивать. Тиффани Загорский, Джонатан Гурейра, ну снова та же история, катаются мощно и быстро, но в то же время видна вот эта неуклюжесть. Нужно улучшать владение коньком, но и получше работать над оточенностью действий. То есть вот эти бракани и прочее, это конечно бросается в глаза и в итоге сказывается на прокате в целом. Итальянцы, пожалуй, показали свой лучший прокат в этом сезоне, но не хватает им какой-то изюминки, чего-то им не достает. Поэтому никаких эмоций не оставили. Что касается Саши Степанова и Вани Букина, ну конечно грязновато откатали, хотя в целом очень даже неплохо смотрелись. Главная проблема, что в прокате не хватает легкости. Он должен быть более воздушный. Будем надеяться, что в произвольном танце, где у ребят, пожалуй, лучшая программа из всех европейских пар, под песню Джастина Тимберлейка, будем надеяться, что именно там мы увидим вот эту легкость и воздушность. Ну а по поводу лидеров здесь нечего говорить. Я бы не сказал, что прокаты были идеальными, но катались действительно здорово. Абсолютно правильно, что компоненты практически одинаковые. Именно в компонентах между ними разницы нету. Я бы даже больше сказал, что Никита получше катается, чем Гулем и Габриэла. Ну конечно программа у Вики с Никитой в этом сезоне, ну прям совсем не нравится. Вот эта противная музыка, что в короткой, что особенно в произвольной программе. Заунывная музыка. Было бы гораздо лучше, если бы они снова катали Ава-Марию. Вот эта музыка прям для них. Я бы там немножко поменял хореографию, а в целом это прям было точное попадание. А то, что ребята катают в этом сезоне, ну как будто бы специально зарывает потенциал. Ну а Габриэла и Гулем, как обычно, здорово откатали. И здесь самое главное, что программа смотрится. Нету желания ее выключить. Так что в целом получилось очень даже неплохо. Три нашей пары в заключительной разминке. К сожалению, жеребьевка получилась не очень удачной, но будем надеяться, что это не повлияет на финальный результат. Наша задача минимум второе и третье место. Продолжение следует...